всем привет с вами канал art money и сегодня у нас видео обзор на вот такую вот коробочку конфет мерси шоколадные конфеты ассорти вот так она красиво очень выглядит с этой стороны нарисованы какие там есть шоколадочки и с каким они вкусом давайте сейчас их посмотрим и также посмотрим состав да здесь у нас 250 грамм здесь у нас есть молочный шоколад я вижу кофе и сливки весной орех и миндаль ореховый крем марципан темный шоколад темный мусс и кремовая начинка пралине так также у нас состав чего-то там прям вообще так очень много а вот состав до шоколадная а тут уже по-другому 250 грамм здесь уже на других языках написано довольно смотреть прям очень много разных таких вкусов и все вкусы они такие необыкновенные там темный мусс да такие прям это красивые красиво написанные вкусы так также на у нас по бокам открытая это наверное для того чтобы положить конвертик с деньгами например можно так сюда положить или так вот подарить будет очень красиво жалко что она никак не открывается что нету 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 специальной зацепочки нету она даже приклеена здесь так она выглядит даже красивее гораздо красивее и соответственно тут можно по бокам попытаться открыть а можно открыть сверху здесь есть хвостик тадам вот вот они конфетки и здесь кстати по каждой конфетки по две штуки вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Короче, вот они. Посчитала я их. Их 8 штучек. Вы видели, их с трудом достала. Очень неудобно доставать с этих сторон. Особенно вот с этих. Вот. По-моему, даже что-то осталось. Так, мы ее переворачиваем. И сейчас мы будем читать названия и пробовать. Я их даже положила именно в том порядке, в котором они лежат и здесь. Так, здесь первый у нас идет просто молочный шоколад. Обычный молочный шоколад. Очень красиво, кстати, они упакованы. Продолжать вот так вот держать. Это очень удобно. Допустим, где-то в компании. То есть не грязными руками держите, а именно вот так вот. Ну, мы находимся дома. Ее разламываем. Она внутри просто как шоколадка. Так, мне еще понадобится, наверное, тарелочка моя. Вот. Просто как шоколадочка обычная. Внутри. Здесь тоже. И давайте ее попробуем. Как вы заметили, я уже съела вторую. Очень ароматный такой молочный шоколад. Прям такой очень вкусный. На вкус прям, ну, реально, вот такой молочный шоколад. Его не встретишь, допустим, в других шоколадках. Там написано молочный шоколад, но тем не менее, там что-то, знаете, какое-то такое подобие молочного шоколада. То вот здесь он как-то более натуральный. Какой-то более вкусный, более насыщенный, ароматный такой. Вкусный. Понравилось. Так, бумажки убираем. Следующий у нас с вами кофе и сливки. Следующий, смотрите, она даже выглядит по-другому. Тут даже, смотрите, снизу белая. Да, то есть даже прям полосочка такая. А сверху темный. Кофе и сливки. Интересно. Смотрите, какая красивая. С такой полосочкой. Так, рамовая. Внутри тут тоже такая же она. И довольно много здесь самих сливок. То есть не совсем, прям она тоненькая. Довольно красивенький. Давайте его попробуем. Кофе и сливки. Даже не кофе с молоком, а кофе и сливки. Довольно интересное название. Такое, знаете, название многообещающее. Пробуем. Безумно просто вкусное. И кофе и сливки вот это вот ароматные. Просто аромат. Чувствуешь реально аромат кофе. Дорогого кофе и сливок. Кажется, как вот в автоматах покупали, наверное, кофе, капучино. Там что-то такое. Вот они там вкусные. Прям реально вкусные. Ароматные. Точно такое же. Не знаю, это, наверное, шоколадка самая лучшая в мире, которую я пробовала. Она обалденно просто вкусная. Жалко то, что не продают по отдельности такие шоколадки. Ну, не знаю, по крайней мере, я не видела. Иначе это была бы моя самая любимая шоколадка в мире. Я бы, наверное, таких вот шоколадок закупилась, наверное, коробок 50. Это очень вкусно. Это обалденно. И даже вот она сейчас лежит, от нее запах кофе, сливок прям исходит такой. Прям ароматный. Очень вкусный. Она не приторно-сладкая, она очень ароматная. Вкусная такая. Прям восхищена. Я восхищена прям, знаете, так. Вы, наверное, сейчас скажете, что же с тобой будет дальше-то еще? Сколько тут пробуется? Так, у нас здесь дальше лесной орех и миндаль. Зелененькая. Давайте, наверное, лесной орех я оставлю на последнее, потому что у меня на него аллергия. И я просто боюсь то, что я не смогу потом почувствовать вкусы остальных. Поэтому мы его положим пока назад. Так, ореховый крем. А, просто ореховый крем. У нас следующее. Просто ореховый крем. Интересно. Что там у нас за ореховый крем? Ну, выглядит она обыкновенно. А, там, кстати, да, если разломать. О, там полукругленькая она такая. Чуть-чуть вам видно. А вот сфокусировалась. Такой явно прям четко полукруглый. Прям четкий такой полукруглый. Сюда вот их положим. Здесь тоже видно, что полукруглый. Так, это у нас ореховый крем. Интересно. Пахнет прям шоколадом таким, знаете, да, с орехом. Таким натуральным шоколадом. Хорошим, таким дорогим. Ну, давайте попробуем. Очень вкусно. Честно говоря, хочется. Кажется, что он такой ореховый крем мягенький. И хочется его так на бутерброд с маслом прям таким слоем намазать. Как нутелла, типа. Он очень ароматный, чувствуется прям орехи. Но орехи даже не попадаются настолько. Это хорошо перемолото, прям вот как крем. То есть, что даже не попадается никакого кусочка, ни единого. Очень обалденно. Тоже очень-очень вкусно. Вот, идем дальше. Дальше у нас идет вот это. Марципан. А, честно говоря, я не до конца знаю, что такое марципан. Но сейчас мы с вами попробуем. Что же это такое? Если вы, кстати, смотрите по-другому. По-моему, выглядит. Немножко здесь просто какая-то ямочка. По-моему. А у других она полосочкой вот прям была тут видно. А здесь она просто приплюснутая маленькая ямочка. Как будто вот она шла по конвейеру. И кто-то так подошел и так, тык, марципаном будешь. И все. Вот. И на них даже написано Мерси с этой стороны. И если даже с другой стороной, тоже написано Мерси. Вот. Давайте ее разломаем. Мерси с этой стороны. Мерси. 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 Аромат. Ликер. Ликером пахнет. Таким чем-то, наверное, очень-очень ароматно-вкусным. Давайте попробуем. И, кстати, она прям, шоколад у меня тает в руках. Не знаю, это хорошо или плохо, напишите в комментариях. Так, пробую. очень ароматная вкусная необыкновенная она нежная когда его разжевываешь разваливается буквально у вас под зубами в разные стороны и это получается просто невероятно вкусно это безумно вкусно и причем это необычно то есть не знаешь на самом деле какой там будет вкус просто так же ешь и думаешь а что сейчас будет что там вообще какой должен быть вкус это вкусно мне понравилось и честно говоря хочется одно за другое одно за другое так вот пробовать сидеть вот пробовать 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 именно вот так хочется она действительно она реально вкусно мне очень понравился и еще за счет того что она мягко ну принципе весь шоколад здесь очень мягкий нежный такой он очень вкусный видно по нему что он по вкусу видно что шоколад не абы какой довольно дорогой даже вот этот наш молочный шоколад он довольно вкус дорогого такого хорошего шоколада настоящие вот правильно высказан настоящего шоколаду так что у нас идет дальше темный шоколад коричневый темный уберемся безобразие темный но он да действительно темноватый так ну здесь вы тоже воды вот она полосочка принципе вы ее видите так темный шоколад у нас у нас там ничего нету да у нас ничего нету просто темный шоколад там был у нас молочный здесь у нас просто темный кстати у меня прям она тоже тает в руках на почему должно ли быть это так настоящий шоколад должен таять в руках даже не знаю и давайте будем его пробовать какой же он у нас на вкус темный шоколад как самый обычный шоколад даже не напомнил немножко бабаевский бабаевский немножко он пожестче здесь довольно мягенький может быть потому что у нас тепло дома ароматный обычный такой шоколад кстати не настолько темный бабаевский по моему даже потемнее вкусный ароматный шоколад себе шоколад так темный мус интересно еще бывают разные бывают темные белые здесь тоже нас кстати полосочка серединка что то есть что то есть и это что то тоже очень такое кстати она очень крошится и тоже прям четко четкие такие границы наложенной начинки и прям классные но тает тоже тает что-то что-то мне все начало таять руках давайте будем ее пробовать пока она мне совсем не растаяла темный мусс прям бесподобно очень нежно и мягкий шоколад ну видимо вот это вот начинка мягкая шоколад тоже прям нежно нежнейший ощущение было как будто я ем конфетку кофейную какую-то даже кофе чуть-чуть напоминает или капучино что-то прям такое невероятно не сильно кстати они все не сильно сладкие такие нормальные снимем к она приторно сладкая то здесь она не сильно сладко они очень кстати все конфетки ароматные и вкусные давайте перейдем с вами к следующей а то тут читает темный мусс нам не поняла опять так здесь у нас кремовая начинка пролине на такие названия необычные прям пролине так беленькая он вернее светленькая положим тоже довольно такая светленькая тут я вам потом в конце покажу что у меня тут получается что получилось не знаю но другие не тают это почему-то тает тоже довольно начин кстати четко четко наложено видна границы все видны прям очень очень красиво и смотрится дорого довольно почему дорого посмотрите обзоры на другие шоколадки разных производителей у меня в плейлисте и увидите на какие шоколадки я натыкалась с какой начинкой как она лежала красивый некрасивый какие вообще они там бы тогда поймете здесь прям все так четко все классно принципе даже тут есть фотографии хотя на ней довольно плохо видно но фиолетовый до фиолетовый до последний у нас фиолетовая и на ней даже видно в принципе вот поэтому давайте пробуем здесь кремовая начинка пролине обалденно обалденно вкусно ощущение было как будто я сейчас съела кусок торта шоколадного и сверху полит нежным шоколадом мягким нежным шоколадом с кремом с большим количеством крема не знает просто меня восхищает это просто необычно то есть ты съедаешь такую даже одну плиточку маленькой шоколадки по ощущению как будто съел кусок торта прямо обалденно вкусно мне очень кстати понравилось очень вкусно очень ароматная и жуется такая мягенькая нежненькая прям супер за мне просто нет слов это восхитительно это просто эти все вот конфеты они просто восхитительно они обалденно вкусные мне очень очень понравились но естественно у нас с вами осталось последнее которую я пропустила здесь у нас находится лесной орех и миндаль мне как раз на лесной орех аллергия поэтому кстати на моем канале нету обзоров шоколадок с лесным орехом потому что я очень сильно этого боюсь что у меня она наступит и честно говоря это не очень приятно но это не всегда не всегда наступает мне аллергия это зависит от ореха от того где и как он созревал как его собрали в каком хотел сказать отношении таким образом его вернее как его доставили до нашего города или производства то есть от всего этого зависит не от самого ореха так здесь его много здесь я не буду пробовать хотя нет не так много ну ладно есть даже присутствуют какие-то белые штучки вот видите какие-то белые штучки присутствует вот они как раз две штучки вот тут странные ну я не знаю наверное это разломленный может орех здесь принципе тоже они есть блин здесь тоже много орехов ну ладно пробуем здесь у нас так кто там у нас весной орех да и миндаль отрывается уже пробуем орехи довольно мягкие тем более чем добавок и миндаль миндаль он сам по себе жесткий но именно в этой конфетке они мягкие и миндаль мягкий и лесной орех мягкий что мне кстати очень удивило вот их достаточно много ну как бы они есть нет скажу они есть но не сильно много то есть нормально то есть бывает совсем мало очень орехов кладут вот чересчур здесь где-то вот средние очень довольно кстати вкусно и шоколад и орехи просто я не ем такие шоколадки с орехами не очень люблю но в принципе мне понравилось довольно вкусно и быть может если бы там не лесной орех было что-то другое я бы покупала но то что там лесной орех конечно я не буду покупать такие ну довольно вкусно насчет аллергия чувствую меня уже там появляться начинает не понемножечку вот поэтому я на этот кусочек уже отдам маме она с удовольствием съест она любит всякие такие вот насчет аллергии я просто переела лесной орех в детстве очень сильно очень много вернее часто и много ела поскольку я сладкоежка и на тот момент я еще не понимал что я сладкоежка мне хотелось чего-то необычного сладкого а именно лесных орехов было очень много дома их просто переела у меня началась аллергия то есть пожалуйста не переедайте орехов съедайте их по чуть-чуть совсем чтобы потом в будущем вам всю жизнь с этим не мучиться не страдать и не есть шоколадки там где есть этот орех вот маленькая такая вам история хотя конечно у нас ролик с вами затянулся мне очень очень понравились эти конфетки они безумно вкусно и давайте посмотрим не все правда конечно я тут разломала но они довольно посмотрите очень качественно выполнены очень красивые мне очень понравилось и ну правда к этой коробке конфет просто придраться не к чему здесь реально тут все идеально здесь все идеально тут как нарисовано так есть и внутри нарисованность конечно чуть поменьше она конфетка ну здесь конечно она побольше и довольно хороший размер каждой шоколадки то есть довольно она ну прям как раз в чутюльку не совсем тонкая не совсем толстая как раз прям классно хорошо прям отличный если можно было на и ставить им звездочки я поставила их наверное миллион это действительно вкусно но что меня поразило начинается конечно это с молочного шоколада то есть самый простой ее можно было упрать наверно вот сюда вот они начали с простого ну как бы я начала туда пробовать самый первый но молочный шоколадов на удивление был тоже идеален не такой как везде как во многих шоколадках он здесь более качественный хотя конечно и состав состав тут тоже а тут даже под а я думал как же состав тут написано она кажется каждая шоколадка название и у нее у каждой состав он и ночью я даже не заметил вот так килокалорий здесь у нас пятьсот шестьдесят три 100 грамм скорее всего вот то есть в принципе подарить такую коробку конфет можно не стыдно ее можно открыть на какой-то праздник угостить, угостить друзей, компанию какую-то на корпоративе там праздники и так далее. То есть это идеальная коробка конфет и соответственно поскольку она идеальная она довольно дорого стоит не знаю сколько она стоит честно говоря я знаю что она стоит дорого, но именно эту коробку конфет мне подарили вот вкусно мне понравилось пишите свои отзывы обязательно пишите свои отзывы напишите в отзыв какая из этих всех конфеток вам понравилось ну вот какую какая вам прям очень вкусная обязательно напишите мне будет интересно мне будет приятно перечитывать заново их не буду я думаю что вы и так знаете какая вам она какая из них вам понравилось также смотрите наши другие ролики наши обзоры на другие продукты из обыкновенных магазинов из магазинов fix price светофор победа также у нас есть влоги как мы с иночком живем путешествуем отдыхаем также обзоры на технику наушники bluetooth видеокамеры штатив все такое вот также у нас есть на канале живопись немножко по компьютерам и всего-всего там очень очень много кулинарии там еще вот обязательно подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и с вами был канал артмания всем пока пока